В Балашове Саратовской области в полицию поступила информация о нахождении в обороте поддельных пятитысячных купюр. Несколько фальшивых были выявлены при сдаче выручки торговых заведений в банк. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что парень и девушка расплачивали за покупки фальшивыми пятитысячными в аптеках и магазинах, не оснащенных устройствами для определения поддельных денежных средств. Поддельные купюры были выполнены качественно. Отличить их от настоящих непросто. Однако есть некоторые особенности, которые выдают фальшивку. Первое, на что следует обратить внимание, это так называемая микроперфорация. Она находится под гербом, расположена. И в случае поддельного денежного билета на оборотной стороне вот здесь вот наблюдается и ощущается, осязается взъерошенность, скажем так, бумаги, поскольку при изготовлении подделки, как правило, преступники прокалывают иголочками эти места. Далее, на что следует обратить внимание, это защитная лента. В случае поддельного денежного билета ее очень легко, скажем так, поддев иголочкой вынуть. Она совершенно спокойно отходит. Следующее, на что следует обратить внимание, это защитные волокна, так называемые. Они расположены по всей купюре, как с лицевой, так и оборотной стороны. В случае поддельного денежного билета они представляют из себя изображение. То есть это не волокно, которое находится в толще билета, а изображение этого волокна. То есть можно просто, присмотревшись, увидеть, что это изображение, волокно не настоящее. Подозреваемые задержаны полицейскими. Ими оказались молодой человек и девушка, проживающие в Москве. По данным следствия, через интернет они приобрели 15 фальшивых пятитысячных купюр. Чтобы сбыть фальшивки, отправились в Саратовскую область, где проживают родственники одного из задержанных. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к преступлению, а также других фактов сбыта поддельных денежных знаков. Полиция напоминает, что при получении купюры, вызывающей сомнение в подлинности, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02. Ни в коем случае нельзя совершать попытки избавиться от фальшивки путем сбыта ее другим людям. Это преступление. Анатолий Чернов, Андрей Багаев, Ольга Иванова, Вести, дежурная часть, Саратов.